В 18 веке, когда археологи начали открывать и восстанавливать реликвии Древнего Египта, они были удивлены письменами. Иероглифы и рисунки вроде должны были быть понятны, но никто не мог их расшифровать, особенно после того, когда все пришли к выводу, что это не письмена в общепринятом смысле, а некий тайный религиозный символизм. Тайна иероглифов была очень глубокой. Они содержали в себе некую первобытную мудрость, выраженную без использования человеческого языка. Для разгадки истинного значения иероглифов, эксперты вынуждены были опереться на случайное открытие в порту Розетта, что на севере Египта. Там был обнаружен кусок каменной кладки высотой 1,2 метра и шириной примерно метр. На нем греческими письменами был написан какой-то скучный местный декрет, однако помимо этого было еще два вида написания и обувь иероглифов. Только в начале 19 века француз Жан-Франсуа Шампельон сумел идентифицировать один жизненно важный абзац. Оказалось, что на камне был написан один и тот же текст на трех языках. Самая главная фраза находится в нижней строчке, где говорится, что сей декрет должен быть написан неким инструментом на камне, на языке Бога, например, иероглифами. Буквенный шрифт более низкий, а вот шрифт народности Ханебу, греческий, вот он, внизу. Конечно же, греческий тогда был более известен, и это позволило авторам декрета написать текст также в египетских иероглифах. Так что здесь один и тот же текст на трех языках. Сегодня, как и в прошлом, люди стекаются, чтобы посмотреть на этот камень за стеклянной перегородкой. Но для некоторых людей камень значит гораздо больше, чем просто ключ к разгадке египетских иероглифов. Они ищут в камне темные секреты параллельных миров. Очень часто с людьми, стоящими перед камнем, случаются странные вещи. Они видят отражение каких-то призраков, а некоторые даже уверяли, что познали язык фей, как только взглянули на камень с обратной стороны. Вокруг подобного древнего артефакта всегда были и будут забавные теории. Но никто не станет отрицать, что камень из розетты и работа Шамплеона успешно раскрыли многие тайны египетской цивилизации и подогрели интерес любопытных людей к древности во всем мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!